Криминальная отказность погружает могилючанину, который сдекается и забивает домашних питомцев. В социальных сетках у всех частей сустрекаются поведомления про то, что невядомо стреляя по котах и собаках. Нередко живёлы вертаются домой со стрелянными ранами, некоторые просто изникают. У ситуации разбирались наши корреспонденты. В улице Карабановская, Орловская и Новый Дачный. Виновата от Сюлю все частей поступают поведомления про выпадки жорсткого обыходжения с живёлами. На теле этого кота шрамы от куль. На протягу некоторых тыднём у него стреляли двойцы. У кота торчит непонятный предмет из тела. Когда она принесла мне кота, достали на поле. Где-то, наверное, через неделю кот пришёл обратно домой, и такой же предмет мы уже извлекли из него из уха. Брат сказал, что это поле из прибора, из ружья, которое стреляет в тире. А этот выпадок сдарился летость на соседней улице. Этот молодой человек знайшёл свою кошку мёртвой. Я спрашивал у знакомых, оказывается, за три дня до этого у соседки пропал кот. На протягу опошних месяцев молодой человек проводил, как бы мовить, уластное расследование. На карте Могилёва её надзначил в улице, где были факты сдеквания и забойства живёл. До улиц Орловского и Карабановской додались те, что в народе называют район хлебозавода. Ситуацию прокомментовали у следшем комитете. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, либо увечие, совершённое из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом. Подчас подрахтовки сюжета до нас вернулась ижихарка в улице Праздничная. По кульсклада намерковать те связанные гэтые выпадки помеж собой, але у следшем комитете по кожным факте рекомендують писать заявы у милицию.